Сегодня на льду стадиона Алюминщик прошли традиционные соревнования среди детско-юношеских командного Кузнецка. В турнире принимали участие игроки возрасте от 13 до 15 лет. Ребята занимаются хоккеем на открытых площадках нашего города, в своих районах по месту жительства. В канун Дня Защитника Отечества им предстояло выявить сильнейшего в соревнованиях, посвященных памяти Сергея Никифоровича Суворова. Именно благодаря ему был создан вот этот самый стадион, на котором проходят игры. Именно благодаря ему вообще был развит спорт в Кузнецком районе как таковой. Именно турнир проводим ради детей, потому что это подростковый турнир, в котором участвуют подростковые команды со всего города, в данном случае с четырех районов города. И все они болельщики, и будем надеяться, что в будущем будут выступать уже профессионально. Побороться в ходе турнира было за что. Лучших спортсменов по итогам матча ожидали не только сладкие призы, но и подарки в виде профессиональной экипировки, предоставленной ХК «Металлург». Такие комплекты сегодня получили ведущие игроки каждой из четырех участвовавших команд. Новокузнецкий хоккейный клуб из года в год поддерживает проведение турнира памяти Суворова и не оставляет ребят бесполезных для них презентов. Это краги, это защита, это, естественно, клюшки. То, что является, ну, мягко говоря, недешевым. Участие в матчах принимали команды «Алюминщик», «Локомотив», «Грант» и «Абашевиц». Игрой хозяев площадки, хоккеистов Кузнецкого района, руководил ветеран «Металлурга» Николай Мамаев. Николай Петрович на протяжении восьми сезонов с 1978 года играл за команду нашего города, вместе с которой под руководством Владимира Голева в 80-е выходил в первую лигу Советского Союза. Сейчас Николай Мамаев тренирует «Алюминщик». Командам в ходе турнира предстояло провести матчи, состоявшие из двух периодов по 15 минут. Хоккеисты демонстрировали достаточно техничную игру, что и неудивительно. Пусть они и занимаются на открытых ледовых площадках, но работают с ними профессиональные специалисты. К примеру, команду «Абашевиц» тренирует победитель первенств мира и Европы в составе молодежной сборной Советского Союза Александр Корниченко. Александр Петрович, кстати, на льду «Алюминщика» в свое время играл сам. Когда пару сезонов на этом стадионе в первенстве страны проводила матчи команда «Металлург». Это было 1974-1975 год, когда реконструировался у нас дворец «Спорта». Там трибуны наращивали, делали внутри. Мы здесь два сезона проводили первенство Советского Союза в то время. Как раз начинал здесь первые свои матчи, вы помните, защитника Юрия Зуева. Как раз он в эти годы попал в команду «Металлург». Командам сегодняшний турнир пришелся по душе. Условия для проведения соревнований отличные, лед качественный, призы значимые. Да и погодные условия сегодня вполне способствовали игре в хоккей на открытом воздухе. Очень интересно. Команды все равные. Большая конкуренция. Все хотят выиграть. Все настроены на победу. Играют все честно, хорошо. Все рады, что организовывают такие турниры ежегодно. Побольше бы их. Следующий турнир памяти Сергея Никифоровича Суворова состоится через год. Эти соревнования, как и всегда, пройдут при поддержке Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург». Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург»